Зачем я свернул-то? Не знаю, хрен свой. Сейчас, подожди, надо вернуть. А, ладно. Обзор. Обзор. Так, так, пока что, видите... Обзор. Обзор на видос от Бена. Обзор на видос от Бена. Обещал, обещал, обещал. Давайте посмотрим. Попопопопопопа. Привет, привет, хорошие. Так, изменение сцены. Не беси. Он на английском, постараюсь перевести, но... Сразу предупреждаю, это будет Let me speak from my heart. Итак. Hey, boy, don't be scared. My name is Bane Broad. Ладно, смотрим. Устраиваемся поудобнее. Изменения в комплектах карт Hearthstone. Изменения в комплектах карт Hearthstone. Ну, Беня, давай, порадуй, братан. Порадуй, порадуй. Последний патч был хороший. Давай еще раз. О, тут даже субтитры. Шикарно. Да ты что? Да ты что? Давай, давай, удиви меня. Окей. О, нифига себе, это круто. О, это очень здорово, это очень здорово. Это очень хорошая эта штука. Еще один огромный эффект в этом, это, что крафтить легендарий может сейчас быть сделано с импульсом, потому что, когда вы крафтить его, вы гарантируете не открыть его в паке. Вы получаете некоторое легендарий, которое вы не имеете. Ну, это да, это понятное дело, это то, что нужно. Понятно. Севдорандом. Тебе понравилось 4 года, тебе понадобилось упырь, чтобы понять это, это, собака. Ну, так-то Ангора хорошая. Спасибо за просмотр, и я увидел вас в онлайн. Большого количества бабла, в то время как легии важная часть игры, от них зачастую строится игра, поэтому изменения точно хорошая. Для тех, кто в танке, теперь открывая с новым патчем, открывая паки, вы будете, если вы получаете легу, вы получаете точно легу, которой у вас еще нету. Я не знаю, как это будет работать, если у вас есть все легендарки. Бен Броуд об этом не сказал, но если у вас есть все легендарки, вы можете вам, в принципе, чихать. Вот. Это реально хорошо, это реально хорошо, потому что лего является центровой, центровой картой в декбилдинге практически всегда, даже в пиратваре, это является центровой, если она существует там, да, если она существует, она является центровой, что очень здорово, что очень здорово. Это говорит о том, что топ-тир леги можно смело сразу крафтить, и если вам попадаются еще одни, вы будете находить, вы не будете их больше находить. Это очень здорово. Это очень здорово. Тогда золотые леги начнут падать. Это очень вредно. Если есть все леги, то надо голд. Это будет, если есть все леги, то надо голд. Это будет, на самом деле, для многих, для многих такой обузной темы. Они смогут набрать себе большое количество пыли, и таким образом вообще получить иммунитет к созданию карт на следующих патчах. Это, на самом деле, образно не очень хорошо. Получается, что чуваки, которые точно много уделяют времени игре, еще больше, еще больше профита будут от этого получать, так что это нет, это фигня полная. В общем и целом, изменения очень хорошие. Молодец, Бенброуд. Последние изменения реально очень хорошие. Правильно, 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 правильно. Молодцы, молодцы и хорошо. Открываем. Скорее всего, стратегия накопить сейчас паков, а открыть после обновления не сработает, потому что за вашим паком уже закреплены карты, на самом деле, которые внутри него есть. Они закреплены уже на момент генерации, скорее всего. У меня нет инфы сотки, я не могу это никак подкрепить, но есть ощущение, что это будет именно так. Поэтому накопить паков и открыть потом не получится. Но, в общем и целом, покупать паки в будущем станет выгоднее. Это хорошо, потому что, в общем и целом, Hearthstone сейчас игра Pay to Play, очень дорогая. Она уже давным-давно не ФТП, и это хорошие новости. Спасибо, Бенброуд. Вторая приятная новость. Еще чуть-чуть, и я подумаю, что ты вполне, вполне, вполне адекватный гуманоид, и вообще с тобой можно разговаривать на какие-либо темы. Спасибо. А вот голду копить, которая потом конвертнется в паки, это Абизон, ребята. Это Абизон, копите все голду. Это важно. Сейчас будет и вообще, и вообще, и вообще. Так, еще раз Ель скидывает какую-то ссылку непонятную для меня. Это что? А, здесь есть вот такая, здесь есть вот такое, здесь есть такая новость, непосредственно в виде, в виде, в виде новости. Давайте ее тоже посмотрим. Изменение комплекта карт для нас, главное, чтобы Краснону как можно было приятно и было разжимаемое так, что мы решили здесь симпатично, изменение комплектов карт, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, легендарная. Когда вы будете открывать комплекты карт, легендарную карту, это заведомо карта, которой у вас еще нет, это вы видите, эти карты будут попадать по столько, сколько можно использовать колоды. То есть, не больше трех одинаковых карт, обычных, редких и эпических в одном комплекте. О! Кроме того, теперь все карты будут выпадать по столько, сколько можно использовать в колоде. То есть, не больше трех одинаковых карт, это как-то три одинаковые карты. Это, наверное, опечатка двух одинаковых колодий. То есть, вам не будет с пака приходить там три одинаковые. Специальная акция «Великий кратер». Элиза, звездочеты и юные ученики сделали сногсшибательное открытие. Они нашли кратер, набитый комплектами карт. В ближайшие несколько дней точные сроки проведения акции будут определены в ближайшее время. Мы переведем особую акцию. Наборы, карты, экспедиции «Вангора» будут стоить, как обычно. Количество комплектов в них увеличится до размеров упитанного динозавра. Семь комплектов плюс два комплекта, девять комплектов. Плюс пять комплектов, двадцать комплектов. Плюс двадцать комплектов, плюс целых пятьдесят два комплекта. Ага, понятно, плюс восемнадцать. Это если вы будете... Это, само собой, только для PC Master Race. То есть, если вы решите купить сейчас комплекты «Вангора» в ближайшем будущем... То есть, сейчас паки не покупайте, скоро купите пожирнее. Само собой, это придется задонатить. Это делается, судя по всему, в преддверии следующего патча. Это они, типа, распордают остатки. Остатки сладкие. В общем и целом, это, на самом деле, не суперская новость, если на то пошло. Это, по сути, по большому счету, попытка вдохнуть жизнь в продажу комплектов паков у «Вангора» перед новым дополнением, который пока что... Вот. Это неплохо. Неплохие новости. Приятно. Приятно, приятно осознавать, что они, как бы, думают о том, как бы чуть-чуть поменьше зарабатывать и чуть-чуть более играбельно сделать игру. Это важная инфа, потому что, как бы, хоть они и побили рекорды, хоть они и побили рекорды, по ощущениям, как бы, побили рекорды на непосредственно старте «Унгора», это инфа-соточка. «Унгора» был сделан очень хорошо. Они выпускали ролики, «Унгора» была новая штука, анонсил новую механику легендарных квестов. Само собой, «Унгора» в пиковом, в пик имел очень сильный. Само собой. Но после этого, учитывая, что играет, по сути, костяк, в общем и целом, этот костяк-то истаньшался. Это очень важно понимать. Это очень важно понимать. И поэтому они правильные вещи делают. Хорошо, молодцы. Молодцы, респект, респект. И уже в ухо, конечно же. А мы перетекаем обратно. А мы перетекаем обратно. Да, Сол, я тебя слышал. Я тебя слышал. Сейчас сделаем. Спасибо.